Хорошо, что посмотрел. Но, тем не менее, еще ведется запись на webinar.ru, поэтому в любом случае контент не пропадает. Так, да, продолжаем. Значит, вы можете найти на канале YouTube наше видео вебинары записи, и также можете найти на нашем сайте, где есть вкладка «Мероприятия», и там можно найти в самом низу вкладку «Вебинары». То есть, вы можете найти все пост-релизы, это видеозаписи, это презентации, поэтому вы можете найти то, что действительно вам нужно. И сегодняшняя тема — Glam. Буду говорить именно Glam, ну, может быть, Glam, не важно, как это называется, по сути, да, важно понимать, что это такое. И сегодня я расскажу о том вообще, что это такое, какие инициативы поддерживают открытый контент, OpenGlam, GlamWiki и так далее, как для чего вообще это создавать, именно открытый цифровой контент, потому что мы говорим про наше время, про современность, про использование цифровых технологий, про использование интернета. И приведу примеры вот цифровых библиотек, архив и музеев, которые существуют уже, и можно посмотреть, если вы когда-то, может быть, запланируете делать это самостоятельно, почему нет. Возможно, в вашей организации вы создадите какой-то свой архив, откроете архив или создадите какой-то музей или выставку, это будет действительно здорово. Так, все нормально. Двигаемся дальше. Итак, что такое GlamWiki? Итак, как я уже сказал, это аббревиатура, которая состоит из первых букв слов. Galleries, Libraries, Archives and Museums. То есть это галереи, библиотеки, архивы и музеи. И все это было выделено в одно прекрасное время такое, в один сектор, и это объединяет галереи, библиотеки, архивы и музеи. И почему это было выделено в один сектор? Потому что с наступлением цифровой эры интернета и возможностей цифровых у нас есть, опять же, возможности представлять контент, экспонаты, документы, книги и так далее в виде информационных ресурсов в интернете. И это сейчас, на самом деле, является большим преимуществом по сравнению с 30 годами ранее. Так вот, зачем все это нужно и как это делается, мы поговорим дальше. Существует множество организаций, которые, собственно, поддерживают GLEM. И есть такое понятие, как Open GLEM. То есть, вот, например, одна из организаций, то есть движение, скорее всего, инициатива, да, которая называется Open GLEM, она поддерживает Open Knowledge Foundation. И что она себя представляет? Это открытый GLEM, да, то есть это инициатива Open Knowledge Foundation, которая способствует свободному и открытому доступу к цифровому культурному наследию через галереи, библиотеки, архивы и музеи. То есть, основная цель – сделать доступ к тому, что мы имеем сейчас. И вот эта инициатива, она поддерживается большинством, очень большим количеством организаций и большим количеством людей, просто сообщества, да, волонтеров, которые хотят это двигать. И они создают такую возможность перевода контента, хранящегося в GLEM, то есть вот в библиотеках, галереях, архивах и музеях, в открытый формат. И вот я тут выделил несколько ссылок, чтобы было понятно. Сейчас мы перейдем, я посмотрю. Так, сейчас, секунду. Да, вопросов нет, все окей. Во-первых, что такое Open Knowledge Foundation? Это фонд, который занимается свободным распространением информации. И, ну, правда, это англоязычный сайт, но вы здесь можете много чего найти. И вот фонд показывает вообще силы информации, как она может влиять на общество и какие возможности существуют. Также они проводят достаточно много разных проектов. Вы можете тут просто посмотреть, что они делают, посмотреть, что это такое, как это работает. Так, что-то у меня медленно грудится. Окей. Ну, просто советую посмотреть, да. И вот одним из таких инициатив этого Open Knowledge Foundation является OpenGlam. И у них есть свой сайт. Я сейчас сделал такую подсказку с ссылками. Я буду иногда сюда обращаться. И вот эта инициатива OpenGlam имеет сайт OpenGlam.org. Так вот, здесь можно посмотреть много чего интересного. Итак, суть в чем? В том, чтобы создавать возможности перевода контента, который хранится вот во всех вот этих вот организациях, да, в открытый доступ, и чтобы люди смогли этим пользоваться. То есть, это не просто... Вы не думаете, что это только, например, там, искусство, картины, там, какие-то галереи, музеи. Нет, совершенно нет. Это все, что касается каких-то важных документов, каких-то архивных документов, какой-то важной информации, наборов данных и так далее. То есть, отсюда выкристаллизовывается дорога на то, чтобы делать, например, открытые данные из того, что мы уже имеем, да. И вот с помощью разных, например, воркшопов, документаций и других мероприятий, да, вот эта вот организация, инициатива, она пытается рассказать другим организациям, галереям, музеям и так далее, как они могут вообще открыть свой контент. И что для этого нужно. Проводятся такие же хакатоны, и достаточно много, ну, действительно делается. И вот что значит открытым, да, вот вопрос, что такое открытость? Это значит, что вот даже специально они сделали такую определенную страничку, где есть понятие определения открытости, да. Что значит, что данные открыты? Вот, кстати, тут, по-моему, на русском языке есть. Да. Ну, на русском не так все красиво, как на английском. То есть, в двух словах. Вот если мы посмотрим сюда, вот более такое, такое краткое определение открытости. Итак, это открытый данный контент. Это когда люди могут свободно использовать, модифицировать и распространять для любых целей. Вот в этом суть, да, и к этому стремится, собственно, открытость, да. Поэтому главная цель OpenGLAM – это делать все возможное для того, чтобы все то, что хранится вот во всех этих организациях, да, это было открытым. И любой человек мог бы пользоваться этим для своих каких-то целей. И на самом деле это очень важно, но это не очень просто. Почему? Во-первых, потому что есть авторские права. А, вот. Есть авторские права. Но все мы знаем, что есть еще, например, открытый контент, например, Creative Commons, да, есть, например, авторские права, которые по давности лет, они, например, уже не действуют. Вы также можете использовать, например, какой-то контент свободно. И вот что, в принципе, считается сейчас открытым контентом, да. То есть, если говорить о Creative Commons, это я дальше в двух словах расскажу. Я уже проводил по этому вебинар. Ну, кстати, можно потом будет посмотреть. То есть, это две лицензии для контента. Контент – это информация, да, в каком-то виде информации. Это Creative Commons CC BY 2.0 и CC BY SA. То есть, это тот контент, вы можете просто потом перейти, посмотреть. Creative Commons очень классно сделали. Это, значит, лицензия, которая описывает возможность использования определенного контента. То есть, если, например, авторские права закрывают, да, использование, то Creative Commons – это, наоборот, лицензия, которая говорит о том, какие есть права для того, чтобы использовать контент. Например, просто распространять, просто читать или просто использовать в своих проектах. Например, если это видео, да, там, фото или еще что-то. И удобство состоит в том, что есть определенные значки, да, есть сайты. Вы можете спокойно зайти, почитать, что это такое, и достаточно все просто. Вот, если говорить вот таким образом, да, то, как я уже сказал, есть значки. То есть, вы можете этот контент потреблять, вы можете его перерабатывать. И вот первые три лицензии, да, которые совершенно не говорят о том, что вы обладаете правом на то, что вы делаете, это так называемый Public Domain. Вы можете распространять это совершенно свободно, и если вы нашли какие-то документы или материалы, вы можете совершенно спокойно с этой лицензией использовать в своих целях. Есть же также, например, лицензии, которые определяют некоторые права, а есть все права, как мы знаем, это All Rights Reserved. Так вот, очень важно понимать, когда вы, например, создаете контент или потребляете контент, либо распространяете контент, под какой лицензией он находится. И вот камень преткновения, на самом деле, сейчас во многом связан вот именно с материалами, которые хранятся в библиотеках или в галереях или в других таких вот более привычных нам обычным организациям, которые вне интернета, да, то, конечно, большинство из них, они закрыты какими-то правообладаниями. И вот постепенно нужно просто понимать, каким образом можно переводить этот контент в более доступный, либо его каким-то образом дублировать или делать новый. И, как я уже сказал, что я проводил вебинар по поводу... Ну, это было в отношении, конечно, изображения, но, тем не менее, там вкратце более подробно рассказывается о Creative Commons и что это такое. И вы можете вот просто посмотреть потом материалы, и здесь есть... Если кликните, перейдете, там есть видео, и также есть презентация, где, в принципе, по ней будет понятно, что такое Creative Commons. Так, возвращаемся обратно. И дальше двигаемся. Значит, помимо OpenGLAM, да, есть другие инициативы, которые, собственно, поддерживаются и другими организациями. Но суть в том, что они делают, в принципе, одно и то же, да. Естественно, что говоря об открытости контента, мы не можем никак пропустить Википедию, да. Безусловно, Википедия является таким, ну, не знаю, мне кажется, самым известным там контент, содержащим сайтом, да, открытой энциклопедии. И в двух словах, значит, у Википедии есть Glam Wiki. Как вы заметили, тут не Википедия, а Викимедиа. И в чем разница, кстати, если вы не знаете, что Викимедиа — это именно организация некоммерческая, которая развивает краудсорсинговые проекты, в том числе и Википедию. То есть Викимедиа — это организация, Википедия — это проект. Так вот, у Викимедиа есть свой проект, называется Glam Wiki, который поддерживает вот это направление, с помощью которого, значит, открывается контент. Так, сейчас я перейду по ссылке, которая практически не видна. Да, тут есть русский язык, но не совсем все так понятно и хорошо. И, значит, вопрос в том, для чего вообще все это создано, да. Это создано для того, чтобы организации, которые хотят или думают о том, как предоставлять открытый контент, либо даже не знают об этом, они могут посмотреть, как это делается. И вот если мы нажмем «начать», то, к сожалению, здесь переходим на английский язык. Но суть не в этом. Здесь интересно то, что слишком много есть разделов интересных, например, «case studies». То есть это хорошие примеры того, как различные учреждения, которые входят в Glam, либо библиотеки, либо какие-то музеи, либо еще что-то, да. Каким образом они начинали работать с Википедией, с Викимедией, как они начинали предоставлять свой открытый контент, как они создавали свои открытые сайты, что они делали, какие технологии использовали. И это, опять же, очень важно. То есть если переходить сюда, например, для библиотеки Конгресса, да, то есть можно почитать, как они все это делали, посмотреть различные варианты, и действительно это очень такое важно. Но в двух словах это нельзя описать, понятно, да. Прошу прощения, но как бы для организации это очень важно понять, как другие делают. Также есть календарь различных событий, связанных именно с этой тематикой, это очень важно. И есть ресурсы. Ресурсы описывают возможности, например, краудсорсинговых проектов, и вообще, каким образом, то есть организация начинает предоставлять, в каких форматах, да, там, контент, что делать вообще с ним, какие использовать программы либо сервисы. И тут нужно найти, например, tools и посмотреть, каким образом все это делается. Ну, это такой более узкой, наверное, направленности, вот, и естественно, что есть mail, по которому вы можете связаться с кураторами, и вам помогут. Наверное, вы думаете о том, что это, например, только для больших каких-то там, допустим, музеев, либо для там галерей. Совершенно нет. Вы можете делать это в том числе самостоятельно, и никто не запрещает вам, например, обратиться за помощью, например, для своей организации или для своего фонда, если вы там являетесь фондом, да, и хотите предоставить какой-то открытый контент. То есть все это доступно, все это возможно. Так, секунду. Вот вопрос задается, кстати, почему Вики до сих пор не закрыли за нарушение авторских прав? А потому что там они не нарушают авторских прав, а в том-то и дело. Потому что Википедия написана людьми, а люди могут, они не предоставляют источники, то есть они не копируют ту информацию, которая закрыта, да, они ее просто переписывают, условно говоря, своим языком, если это так, либо они не предоставляют ссылки, либо просто свое описание. А это реально, это возможно, и никто не запрещает. То есть если вы, например, прочитали какую-то статью, вы можете спокойно написать свое, там, как бы, изложение этой статьи, да, и разместить в открытый доступ, и вы не нарушаете авторских прав. Потому что это ваше видение. Ну, это на самом деле все спорные достаточно моменты, которые, наверное, может там разрешить там юрист, и, наверное, это делается достаточно сложно, потому что там в каждой ситуации свои могут быть какие-то решения. Также вы можете посмотреть небольшое видео, фильм документальный, правда, на английском языке, про то, как Глэм Вики действует в Великобритании, и там действительно очень интересно. Люди рассказывают о том, как они начинали взаимодействовать с этой инициативой, и что, к чему это привело, и так далее. То есть на самом деле, опять же, может быть, вы сейчас себе задаете вопрос, вообще, зачем это все нужно? То есть для чего? Вот есть музей, например, да, там, он, там, приходят туда люди, это действительно физическое там здание, вот National Gallery в Лондоне, да, для чего все это нужно? Так вопрос, на самом деле, хороший, а ответ может быть очень простым, что сейчас, в цифровую эпоху, да, коммуникация с пользователем очень сильно, очень важна, да, и завладеть вниманием людей не так это просто. Это раньше, например, когда не было там интернета, да, и там был какой-никакой там телевидение, да, было, ну, собственно, не было конкуренции, скажем так, что ли, за внимание, да, были какие-то там новостные газеты и так далее, но сейчас конкуренция растет, и просто так предоставление контента, да, вот просто, вот просто открытие контента, даже оно ничто, ну, это никак. То есть, например, вот National Gallery в Лондоне, если кто не знает, она бесплатная. Вы можете каждый день туда ходить, там, перед завтраком пойти, посмотреть любимые картины, попить, там, кофе, чай, там, до или после, а теперь подумать о том, как у нас действует, например, там, Пушкинский музей или Третьяковская галерея, где стоимость билета, там, порядка 300 рублей. Вот как вы думаете, вы сможете каждый день туда ходить или нет? Так вот, говоря об этом, я хочу сказать, что просто бесплатный контент, он сейчас, опять же, не важен, по сути, потому что это является только первой ступенью. Но, как мы видим, что даже до этой первой ступени еще не все дошли. Так, сейчас я перейду. А как же вопрос достоверности в Википедии? Каждый излагает свое видение. Так в том-то и дело, что... Давайте поговорим, да, о Википедии еще. А в том-то и дело, что вы излагаете свою версию просто, да, и размещаете ссылки на основе чего вы это делаете, а есть другие люди, которые это проверяют. И, например, вы, как любой человек, вы можете, например, любую статью, если вы нашли ошибку, вы можете внести правки. Либо запросить о правках. Любой статье вообще, неважно, кто это написал. То есть вы, как любой человек, можете запросить об изменениях в статье. Если вы знаете, что вы действительно там владеете какой-то информацией, которая сделает статью лучше. Поэтому достоверность, на самом деле, это понятие такое, наверное, субъективное все-таки, да, потому что многие говорят, что нельзя верить Википедии, но, тем не менее, сейчас все-таки качество материалов растет. Потому что чем дольше статья существует, тем больше, как бы, люди... Ну, если это популярная тема, безусловно, да, тем больше людей проверяют эту статью, если какие-то расхождения в фактах, они обязательно об этом сообщают. Переходим дальше. И, возможно, важный вопрос еще вот в чем заключается. Что же делать? Например, вы, например, являетесь какой-то организацией, либо вы музеем являетесь, либо галереей. И что делать, если вы хотите предоставить открытый контент? Куда идти? К кому обращаться? И вот, например, для примера приведут две организации, одну международную, другую русскую, российскую, которая, собственно, и занимается, там, например, вот именно этим вопросом. То есть они являются именно платформой для галерей, библиотек, архивов или музеев, которые хотят предоставить открытый контент. Перейдем сейчас сюда и посмотрим просто, что это такое. То есть это такой набор инструментов, который, по сути, он опенсорсный. Это что значит? Что вы можете найти код этих платформ. условно говоря, это сайты, да? Это платформа для создания сайтов для галерей. Вы можете это найти на GitHub, как мы видим. А то, что размещают на GitHub, это, естественно, свободно распространяемый контент. И, то есть любой разработчик может скопировать себе код, например, этого сервиса или приложения, установить и сделать свой. То есть никто этого не запрещается. Вот. И можно посмотреть, например, некоторые примеры того, что было создано с помощью, например, этой платформы, как мы видим, здесь есть, например, некоторые музеи. И, собственно, в чем отличие, например, от обычных сайтов? Это в том, что платформы, они должны быть, содержать более визуальный контент, да, и предполагать собой использование различных технологий для вовлечения пользователей, для того, чтобы, например, человек мог как-то визуально взаимодействовать с контентом. То есть это больше каких-то там 3D-панорам, или там походить, посмотреть что-то, потрогать, узнать и так далее. То есть вот сейчас это начинает двигаться, да, и это, слава богу, на самом деле. И еще второй пример – это российская организация, называется Mart Museum. Это технологии маркетинга для музеев. Эта организация занимается тем же самым, и она предоставляет много интересных возможностей для музеев. Если вы являетесь именно организацией, которая хочет распространять свой контент, соответственно, может использовать вот именно кейсы, во-первых. Это очень хороший у них раздел, где они собрали много очень важных, например, моментов, связанных с тем, как предоставлять открытый контент, и как взаимодействовать с пользователем в эпоху цифровых технологий, с использованием интернета и так далее. И кейсы, они заключаются в том, что вы можете просто посмотреть там мобильные прогулки по Москве, например, как-то Ритиковка делала что-то. Когда это было, например, да, там, что было сделано и так далее. И вот действительно очень важно посмотреть и как люди это делали. То есть перед тем, как вы хотите, например, распространять это, вы можете посмотреть, как делают это другие. И вот мне кажется, что эта организация очень классно поступила. Она собирает кейсы, которые, ну, они действительно помогают вообще понимать, что делают другие люди, да, и как можно вот идти так много со временем, да, и взаимодействовать со своим пользователем и открывать свой контент. И как видите, здесь много описаний, видео, то есть полноценные кейсы, рассказывающие о том, какая история была, для чего она была сделана, какие результаты и так далее. То есть как использовать технологии, например, для предоставления контента и дизайн. То есть вот действительно полноценно и здорово очень, что это все на русском языке. Так, сейчас я перейду обратно. Все окей. С этим мы разобрались, двигаемся дальше. Значит, есть еще такой же... Сейчас я перейду на сайт и попытаюсь сформулировать по-русски. Так, не нажимается. Сейчас я перейду ссылку, нажму. Другая платформа, например, предоставляет возможности для использования цифровых архивов. И опять же это очень важно, да. То есть вот как мы видим, DM2E – это Digitized Manuscripts to Europe. То есть это оцифровывание манускриптов и действительно реального архива, например, да. Вы можете посмотреть документы, которые были раньше. И вот в чем плюс вот этих технологий, да, что платформа создает, помимо всего прочего, возможности. Вот тут есть, кстати, видеоописывание. То есть вы можете посмотреть, почитать, пользоваться этим как-то в своих целях. И вот, например, этот инструмент Pundit. И тут очень много важного. И вот я не буду сейчас включать видео, но вот есть следующий слайд, который я хочу показать. И в чем смысл? В том, что сейчас попытаюсь сформулировать очень важную вещь в использовании технологий. Что представьте себе, когда мы раньше приходили в библиотеки, да, мы что делали? Действительно, я еще, например, помню то время, когда не было компьютеров. И мне, например, надо было что-то узнать. Я приходил в библиотеку, я брал книги, я делал какие-то пометки. Одну, вторую, третью книгу по какой-то определенной теме, да. И вот вопрос в том, как это все было нужно объединить, да. То есть это приходилось делать как-то вручную, но это было очень сложно. Сейчас, как я уже говорил, цифровые технологии позволяют взаимодействовать с контентом, да, более тесно. И выстраивать какие-то пересечения между, например, книгами, между авторами, между учеными и так далее. И вот мне кажется, что раскрытие контента с помощью цифровых технологий дает возможность пользователю вовлечься вот именно в использование документов, которые были раньше, и вовлечься в каком-то новом виде. Потому что использование просто так, да, там просто чтение одного какого-то манускрипта ни к чему не приводит, да. Вы не понимаете, для чего вы это делаете. Так вот, когда мы используем цифровые технологии, получается и появляется у нас много плюсов. И мы понимаем взаимодействие между частями. И вот я сделал специальный отдельный слайд, где вкратце просто рассказал, ну, собственно, зачем же нужен OpenGLAM и как это предоставлять с помощью цифровых технологий и для чего. И вот по пунктам, если сказать, то получается следующее, что главный повод и главный принцип, для чего это все делается, для того, чтобы создать открытый доступ к культурному наследию. Опять же, нам нужно понимать это буквально в плане только искусства или культуры. Это все, что имеется вот в библиотеках, архивах, музеях и галереях. Вот все это, если мы сделаем открытым, то у большинства людей станет доступ к нему. И второй пункт у меня это, чтобы оценить искусство, нужно иметь к нему доступ. Мы много говорим о том, что, например, там, какой-то из поколений растет не очень, там, образованным, либо культурным и так далее. Вопрос в другом. Действительно, а имеет ли это поколение доступ и хочет ли, например, поколение понять это? Потому что, например, предоставляет доступ в музей молодому поколению, да, сейчас же существует, например, экскурсии там и так далее. Пожалуйста, приходите там со школой и посмотрите, например, на то, как дети воспринимают искусство. Никак. Почему? Потому что для них вы, то есть мы, либо люди, вот, более старшего возраста пытаемся показать им взаимодействие с искусством, с контентом на старом уровне, на котором они не понимают уже, да. То есть для них просто прийти, посмотреть картину – это ничего, это ничего не значит. Поэтому давай возможность человеку вовлечься с помощью своего контента, открытого, да, и посмотреть, как это будет действовать на него, то есть что он может узнать больше намного и понять что-то, да, это намного лучше для него будет. И вот интерактивное вовлечение людей в диалог с контентом. Мне кажется, это вот самое главное, что сейчас должно делаться и для чего, собственно, необходимо открывать контент. Интерактивное вовлечение, когда человек сам, условно говоря, виртуально может потрогать и повертеть с разных частей, посмотреть, частью чего это является, да, что это за картина, кто я написал, например, для чего это было сделано и так далее. Либо, если это архивный документ, то кем он был написан, когда, для чего, зачем, в какой связке и так далее. То есть вот нужно понимание общей картины. И это вот самое важное, что увидеть картину в целом, к сожалению, нас пока не учат. И вот мы там просто как-то точечно берем потребление контента, но мы не умеем видеть в целом. Я не говорю сейчас за всех, я говорю за просто вот стандартную систему образования, которая, например, есть, да, и вот вовлекаясь, например, в потребление контента, мы не всегда видим, какая связь между источниками, между какими-то вещами в разных науках. И вот если создать такое интерактивное вовлечение, то человек, по сути, сможет самостоятельно, либо с помощью вот именно платформ, увидеть картину в целом. Тогда он более заинтересуется и поймет, для чего это нужно. И последние два пункта, это такие очень важные, первое, о котором я уже говорил по поводу диплома, что создавая контент и являясь, например, частью Glam и открывая цифровый контент, вы не будете создавать контент в стол. То есть в любом случае ваш контент будет потребляться, и это здорово, потому что многие думают, что, например, там то, что вы делаете, это никому не нужно. На самом деле нужно, просто никто не знает о том, что вы делаете. Если вы откроете знания свои, то, конечно, люди начнут пользоваться этим. И немаловажный последний такой пункт, сократить изобретение велосипеда, или такой сериальный термин Not Invent Here. Для объяснения начну с того, что Not Invent Here, такой акроним, который говорит о том, что люди часто отрицают существование технологий, либо существование уже готовых решений для того, чтобы использовать для решения вашей проблемы. И все думают, что нужно изобретать заново велосипед, делать самостоятельно, с нуля, и тогда только будет хорошо. И вот как это связано? Как связано предоставление открытого контента и Not Invent Here? Очень просто. Потому что если люди начнут пользоваться и более широко видеть существующие вещи, существующие, какой-то пласт, то совершенно отпадет у многих желание, например, изобретать заново, потому что они будут знать, что это уже существует. И большинстве своими людьми именно отрицают существование каких-то решений только потому, что они о них не знают. И вот основная польза в открытии контента, как я говорил уже, это будет именно сократить изобретение велосипеда, потому что на это уходит куча просто времени. И куча времени, ну, можно было бы потратить на что-то другое. Так, сейчас я перейду на вкладку и посмотрю, что. Да, Рафаэл будет доступна, запись вебинара позже будет, да. Она будет на нашем сайте буквально через пару дней. Так, переходим дальше. Надеюсь, с этим понятно, да? Вот, то есть смысл понятен, для чего это нужно делать и как это нужно делать. И там, если какие-то сейчас есть вопросы, вы давайте задавайте, и я тогда просто продолжу дальше. У нас еще есть полчасика где-то. Вот, надеюсь, самое главное, что я хотел сказать, вы поняли, да, что вот предоставление контента – это вот именно путь к тому, чтобы быстрее какие-то решать задачи, да. Это, то есть, ну, не знаю, мне кажется, тут есть два подхода, да. Кто-то за открытость информации, да, а кто-то считает, что это его собственность, он не хочет распространять ее и так далее. Но просто каждый должен прийти к своему решению, к какому-то заключению. Ну, просто мне кажется, что все должны понимать, да, что чем больше доступной информации, известной информации, что она реально доступна, что все знают, что она есть, то мало кто будет делать то же самое. Поэтому вот если бы исторически сложилось так, что, например, технологии развивались бы, например, сто лет назад, то есть, например, или посмотреть на нас через сто лет, да, то, естественно, что таких уже повторений исторических не будет, потому что мы сейчас больше владеем информацией о том, что существует сейчас на данный момент, чем, например, люди, которые жили там 30 лет назад. И благодаря чему? Благодаря технологиям. Естественно, что надо поговорить об инструментах для создания интерактивного контента. И здесь, естественно, что я поговорил о таких более, таких локальных в плане визуализации контента, потому что, ну, все мы понимаем, что, допустим, вы либо как организация, либо как, не знаю, там, музей, либо что-то еще, это понятно, да, вы можете просто предоставить визуальный ряд, там, фотографии и так далее. Но что делать, если у вас, например, есть какие-то данные, если вы архив, либо вы просто организация, которая хочет поделиться чем-то важным. Вопрос в том, как поделиться важным с помощью, там, хорошего вида содержания, да, как это сделать, например, с помощью визуализации данных на карте, или как сделать это еще другими способами. Например, по карте ДБ я делал также и вебинары, и видеоуроки о том, как вообще визуализировать данные на карте. То есть, условно говоря, если у вас есть какая-то таблица с данными, либо просто данные о том, где есть информация о городах, там, либо геолокационном положении чего-либо, да, вы можете использовать этот сервис для того, чтобы сделать эти карты. А для чего это нужно? Очень такой простой вопрос, и очень сложно, наверное, ответить сразу. Для того, чтобы... Я просто хочу открыть какой-то вариант. Для того, чтобы человек, опять же, вовлекся во взаимодействие с информацией. То есть, просто так, например, допустим, представьте себе, что у вас есть там информация о... Ну, допустим, о войне, да, там, о истории военных действий на протяжении какого-то времени, да, и вы можете просто это рассказать текстом, можно сделать изображениями. Действительно много очень, ну, классных инфографик, изображений, но когда это динамически каким-то образом, да, когда вы можете понажимать что-то, сравнить что-то, вот именно вы, да, вы как человек, как пользователь, да, то есть это будет намного лучше, потому что человек будет понимать, как он взаимодействует с тем, что он потребляет. И запоминание будет намного лучше. Почему? Потому что будет лучше понимание. Вот, то есть пропуская через себя, таким образом взаимодействуя, да, взаимодействуя, тем самым пропуская через себя, мы лучше понимаем. И вот, например, этот сервис позволяет делать такие очень классные вещи, он там бесплатен, опять же, вы можете посмотреть видеоурок, серию видеоуроков и вебинар как-то делается, просто нужно пробовать и делать, и ничего сложного в этом нет. Опять же, я не являюсь каким-то специалистом в узком, да, там, при визуализации данных, да, я совершенно не претендую на это, то есть я просто говорю о том, что, ну, как бы, как средний человек, который там взаимодействует с технологиями, вы можете это сделать самостоятельно, потратив какое-то определенное количество времени. С этим понятным переходим дальше, например, есть такой сервис StoryMap. Он также предоставляет возможность делать истории, вашу историю интерактивной. То есть, например, когда у вас есть набор, там, каких-то фактов, данных или еще что-то, вы можете сделать это интерактивно, например, нанести на карту, да, и разместить тут разные... Давай сейчас какие-нибудь примеры посмотрим. Нанести какую-то информацию важную, да, когда... А вот посмотреть именно конкретную историю, как это являлось, что с этим происходило, это намного интереснее. И особенно это интересно для молодого поколения. То есть вот есть сервис, который позволяет, условно говоря, наносить точки на карту, писать какие-то... Ну, там, добавлять какую-то информацию. Очень важно. И интерактивно посмотреть, например, весь путь, как там изменял что-то, как что-то двигалось, да. Вот это уже тоже начинается какое-то взаимодействие. Хотя источником данных может быть просто какая-то статья, либо просто какая-то книга, либо биография человека, либо что-то другое. То есть возможностей, опять же, много. Это сервис онлайн, но он бесплатен. Виктория спрашивает. А образо... чего? Цифровой интерактивный контент, в первую очередь, визуальное искусство не приведет ли к некому диссонансу или даже разочарованию при столкновении с ним в действительности? А, ну да, ну, наверное, вы, наверное, как представитель, возможно, да, искусство можете себе сказать, и я всем скажу, наверное, что... Не буду называть картину, но есть ряд картин, на самом деле, да, которые, например, висит в лувре, и все мы знаем, что мы ее воспринимаем, что она такая по репродукциям, либо она, например, там, в интернете такая большая, когда мы приходим в лувр, видим, она вообще какая-то маленькая, там, что-то там 15 на 15 сантиметров. То есть не то, чтобы диссонанс будет возникать, ну, понимаете, это другой уровень восприятия уже, да. То есть вопрос в том, что когда мы воспринимаем цифровый контент, мы как бы хотим его потрогать, мы хотим взаимодействовать с ним, мы хотим понять, что с этим делать. Приходя конкретно, например, в музей, если человек сознательно приходит в музей, да, что для чего он это делает? Для того, чтобы увидеть вживую, да, и сказать, что да, мои глаза, лично мои глаза видели вот эту картину. Вот мне кажется, сейчас, вот в эпоху цифровых технологий, вот это остается единственным поводом вообще ходить в музей, чтобы своими глазами увидеть то, что, вот, там, произведение искусства. Все остальное не нужно, все остальное можно воспринимать по-другому. Ну, я не знаю, ответил или нет, наверное, просто мое мнение такое. И, наверное, такой совет, что не надо ожидать что-то, потому что чем больше ожиданий, тем больше разочарования, да, то есть это всегда так воспринимается, что мы готовим себя к какому-то варианту, который не соответствует действительности, и потом мы огорчаемся очень сильно. Ну, это, опять же, например, дело каждого, но общая закономерность такая есть. Продолжим про инструменты и расскажем еще об таймапе. Это тоже подобный вот сервис, который только что показывал. И также можно делать, например, визуализацию интересного, там, исторических событий, например, вот битва Наполеона на Ниле, например. Или посмотреть вообще, как это происходило, да. Вот у нас, например, внизу есть таймлайн, и дальше можем посмотреть, что происходило, когда происходило, где происходило и так далее. То есть можно немножко сейчас провести пересечение, например, с источниками материала для молодежи. Это учебники в школах. И все мы знаем, что до сих пор еще, до сих пор, во многих школах, даже в Москве, вот обычно старые учебники. Нет интерактивности, нет вот взаимодействия с пользователем, да. Нет открытого контента, который сейчас уже существует. И учебник, он уже устарел. Он устаревает вообще очень быстро. Поэтому вот открытый контент – это очень классная вещь. Вы можете сами набирать какие-то наборы данных, если, например, вы преподаватель, либо вы куратор. Вы можете сами создавать наборы данных, каких-то информаций и делать тем самым какие-то новые выставки. И это уже будет пользоваться популярностью, потому что вы можете показать какие-то привычные исторические вещи с другой стороны. Еще вопрос. Сможет ли виртуальный музей сравниться по живым ощущениям с реальным посещением музея? В контексте такого вопроса, конечно же, нет. Но цели просто разные. Вот цели разные. Потому что просто музей – это место, где мы потребляем контент, а виртуальный музей – где мы узнаем контент, взаимодействуем с ним и используем контент. Просто потребление контента – это первая ступень, да, что мы можем сделать. И вот раньше был большой разрыв между потреблением контента и использованием контента. Вот мы приходили в музей, что-то там узнавали, какие-то там пометки делали, и проходило много времени, когда мы это начинали использовать. Сейчас это время сократилось, и его нужно сокращать максимально быстро, просто очень быстро сокращать. Вот практически вообще разрывов не должно быть. То есть вы должны потреблять контент и сразу его использовать. Приведу пример про видеоигры, да, и вот как мы все знаем термины графикации, но я не буду сейчас даваться в подробности, но я попытаюсь сейчас в двух словах объяснить, почему дети любят играть в компьютерные игры. Но они любят ходить в музей, да. Как раз из-за этого, когда мы играем в компьютерные игры, у нас разрыв между потреблением контента и реализацией, да. То есть мы обратную связь, условно говоря, о нашем действии получаем очень быстро в игре, да. Например, там, не знаю, в гоночке, да, если мы что-то ошиблись, мы разбились. Если нет, то мы выиграли. Сразу, прям сразу. Время жизни не так все быстро, да. Так вот, если мы создадим такую штуку, когда мы потребляем контент и сразу его используем, мы получаем обратную связь от результатов нашей деятельности, да, то это нас больше мотивирует. И вот, собственно, создавая такие вот механизмы, да, мотивации, то есть быстрого взаимодействия с контентом и реализацией, мы получим то, что просто человек, ну, будет более мотивирован заниматься определенной тематикой, да, то, что он делает. И вот поэтому, я уже забыл, какой вопрос был, честно. Да, и поэтому, наверное, вот в вашем контексте виртуальный музей не будет сравним, но вот по потреблению, точнее, по использованию, конечно же, виртуальный лучше. Так, окей, двигаемся дальше. То есть с этим понятно, да, что вот мы посмотрели, это очень классно, и в учебниках вы такого явно не увидите, да. И в чем еще интерактивный контент хорош? В том, что мы узнаем взаимосвязи между событиями. Вот как мы, например, помнится там в историю, в школе изучали. Вот прошло одно событие, вот второе событие. Вопрос. Как они между собой связаны? Сколько времени прошло? Кто участвовал? Кто не участвовал? То есть вот как посмотреть дополнительную информацию? А можно ли вообще ее найти и так далее? Такой контент позволяет это делать, например, да, как мы видим, есть статьи, есть информация, есть ссылка на Википедию. Пожалуйста, это быстро все ищется. Просто очень быстро. Сейчас там молодежь, она может найти буквально там, как мы буквально там писали статью недавно, а Minecraft, да, есть такая игра, в которую играют очень много молодых людей. Так вот, проводилось исследование, что на самом деле начинать играть очень тяжело. И, например, там, ну там, с 7, 11, 13 лет, дети, которые начинают играть, они начинают смотреть видео, как люди играют, потом смотреть источники, какие-то сайты и так далее. Так вот, проводилось исследование, что для того, чтобы им стать лучше и в игре, да, и чтобы лучше играть, они начинают читать и потреблять такой контент, который соответствует, например, там, восьмому, девятому, там, десятому классу школы. То есть они опережают сложность потребления контента только потому, что им это интересно, у них есть мотивация, они заинтересованы в том, что это, в этом разобраться. Вот, мне кажется, вот в этом большой плюс взаимосвязи. Двигаемся дальше тогда. Так, это я уже сказал. ThingLink – это отличный тоже ресурс, который позволяет делать интерактивные фотографии, да. То есть, условно говоря, если у вас есть фотографии, вы можете сделать интерактивные подписи. Например, вот есть у вас картинка там, вы можете сделать видео, добавить, добавить описание, добавить еще что-то. То есть это очень здорово, когда у вас, например, на сайте висит не просто картинка, например, там, какого-то вашего мероприятия, а когда есть именно более интерактивная штука, где человек может посмотреть, а что еще было, как это было связано с другими вещами, как проходило мероприятие и так далее. И это делается достаточно все просто и бесплатно, и, ну, действительно здорово. То есть, как мы видим, это достаточно просто. Просто добавляете точки, добавляете описание, на нашем сайте, опять же, есть, там, примеры, есть видеоурок, можете посмотреть. И это, опять же, вовлекает людей, вот, во взаимодействии с контентом. Клаузеры, это также сейчас пойдет серия, я, наверное, все не буду уже открывать, то есть есть серия инструментов, которые позволяют делать таймлайны. Давайте перейдем вот сюда и посмотрим одну из них. Таймлайны – это именно такие вот, есть двухмерные, есть трехмерные. Ну, давайте посмотрим какие-то примеры. Вот, например, можно так посмотреть, да, и двигать какие-то... В общем, вы можете самостоятельно делать таймлайны, где размещать определенные факты в истории, да, с течением времени, например, об истории вашей организации, о том, что вы делаете и так далее. То есть не говоря о том, как это могут делать музеи. Так. Просто хотел посмотреть какие-то еще примеры. Сейчас мы увидим. Вот трехмерный пример, например, он выглядит так. Может быть, немножко технологии устарели, но тем не менее это интересно. И, например, там дать... Там, не знаю, молодому человеку подвигать вот это все, почитать, это намного интереснее, чем просто вот, ну, просто читать книгу, да. Что еще удобно, то, что это можно быстро отмотать назад и посмотреть, а что было и как это взаимосвязано. Например, вот, там, Стефан, Генри Второй, там, например, Ричард Первый, да. И вот просто мне скажи, кто там, например, был в самом начале, там, кто правил после кого, да. Например, вот этот способ воспоминания, он может быть очень полезен, да. Человек вспомнит, что вот просто по таймлайну, например, это было вот так. Он может это найти быстро и... Ну, то есть инструменты позволяют делать очень классные интерактивные вещи, совершенно без затрат средств. Естественно, что вы затрачиваете только свое время. Так, и еще есть таймлайм, тоже это таймлайны, собственно. И давайте посмотрим несколько примеров цифровых гламм. А я перейду к вопросам, которых нет. Окей. Так, примеры. Давайте мы сейчас закроем вот это все. Ну, конечно, нельзя пропустить самое главное. Это Google Art Museum или Google Culture Institute. Собственно, это зарождалось как площадка, и сейчас она развивается как площадка для визуальных галерей, что ли. То есть, если вы являетесь, например, как вы видите, вы художник, вы можете представить свои там рисунки либо портреты, или если вы галерея, вы можете поставиться. И тут, на самом деле, просто огромное количество вообще выставок, ну, много всего, действительно. Например, вы можете нажать что-то такое, ну, например, там, просто посмотреть экспонат определенного музея, нажать play, и звука не будет, но будет много чего другого. То есть, есть фотографии, но там все зависит от выставки. В общем, здесь действительно очень много коллекций. Можно посмотреть по странам, можно ввести название страны или партнера, например, там, ну, если Гуарт, я введу, интересно, будет что-нибудь? Вот, много чего интересного. И вот, опять же, это один из таких основных и массивных, на самом деле, по Первой мировой войне, например. Можно посмотреть различные коллекции, именно представленные в определенных музеях. У каждой коллекции есть куратор. Единственное, что я пытаюсь понять, посмотреть Первый источник, но, видимо, здесь есть ссылки, да. В общем, тут можно зависнуть вообще надолго. Мне кажется, вот уроки истории, вот с этим будут намного вообще интенсивнее, наверное. Хорошо, переходим ко всему известному музею имени Пушкина, который в Москве. И вот у его основного здания есть виртуальные прогулки, и, собственно, это очень здорово. Переходя на сайт, я отвечу сначала на вопросы. Мне стыдно, но я не владею иностранным, а большинство представленных на английском. Ольга, вот смотрите, значит, даже если вы не владеете, вот есть переводчик. Вы можете просто, да, копировать текст и получать на русском языке ответ. И вы поймете смысл. Либо вы можете вообще переводить полностью страницы. Сейчас вот вообще не проблема. Правда. В этом проблем не может быть. Так. Виртуальный тур. Вообще классная штука. Вы нажимаете какой-то, там, например, 21. Сейчас посмотрим, что это. То есть это реально 3D-тур по... вот по... обосточным залам. И, как вы видите, вот это очень выглядит, ну, как бы реалистично. То есть вы можете покрутиться, посмотреть, подойти к картине. Нажимая на подойти к картине, вы видите картину. Естественно, что она будет вот с такими надписями, но здорово то, что вы можете приблизить на максимальное просто количество, там, на максимальном, словом говоря, расстояние и более подробно рассмотреть ее. И, например, там, много исторических картин, много... Ну, то есть вы так увидите намного лучше, чем вы будете видеть в реальности, потому что в реальности у вас не будет возможности увеличить. Единственное, что минусом, по-моему, является отсутствие комментариев. Но, тем не менее, это уже здорово. Вы можете походить по залам. И вот, мне кажется, это вот здорово, например, для тех, кто не живет в Москве и кому интересно посмотреть. Да, сайт Galerix. Ну, кстати, давайте посмотрим, что это за сайт. Ну, на самом деле, таких, конечно же, много. Ресурсов и... Ну, окей, да. Просто, если кто-то хочет посмотреть еще, вот, действительно, да, хороший пример привели там. Так, с этим мы разобрались. Ну, давайте еще посмотрим Киберленингу. Почему нет? Наверное, тоже многие знают этот проект. А может и нет. Это проект, который нацелен на предоставление открытого доступа к научным статьям. И сейчас вот у меня он откроется. И это, условно говоря, научная электронная библиотека. И суть в том, что все здесь, по сути, предоставляется бесплатно. И, как мы видим, уже 557 тысяч статей в библиотеке и примерно 2 миллиона уникальных посетителей месяц. И вот, как я уже говорил о Creative Commons и лицензии CCBI, это значит, что действительно вы можете использовать эти статьи в своих целях. И это действительно очень здорово. То есть, вот, любая научная статья, ну, давайте какую-нибудь откроем одну. вы можете прочитать эту статью. И это большой плюс для тех, кто пишет дипломы, кто учится в аспирантуре и так далее. Если вы думаете, что ваши материалы пропадают, прошу прощения, то вы можете ошибаться, потому что они могут быть здесь. Тем не менее, их нужно просто разместить здесь. Что-то интернет очень долго грузится. Ну, в общем, суть понятна, да? То есть, вот именно в предоставлении доступа к научным статьям. И это очень круто. Так. И вот у нас есть дополнительные по теме. Я просто привел ссылки, потому что я уже просто не успеваю показать, но вы можете это сделать самостоятельно. Например, 10 бесплатных цифровых библиотек. Это наши обзоры на сайте. Вы можете это сделать самостоятельно, то есть, выглядит вот так. И вы можете просто походить по этим сайтам библиотек и посмотреть, собственно, как это выглядит в реальности, как это можно использовать. сайтам библиотек сайтам библиотек и сайтам библиотек по библиотекам, которые мы делаем на нашем сайте. Вы можете посмотреть также по музеям. Вот есть материалы по мобильным приложениям музеев, которые предоставляют возможность более тесно взаимодействовать с контентом. Вы можете посмотреть более подробно на нашем сайте. Так. И, в общем, последний слайд. Я просто еще раз резюмирую и хочу сказать следующее, что Glam это такой очень большой кусок жизни общества, который вот сейчас развивается, да, и он переходит постепенно в Open Glam, да, то есть, это предоставление свободного контента которой хранится и вообще вот культурное наследие, вот именно вот словосочетание культурного наследия, оно, наверное, более правильно передает вот всю важность того, что должно происходить, что человек, любой человек должен иметь право использовать и потреблять этот контент и взаимодействовать с ним, тем самым повышая свой кругозор и свое образование, да, и улучшая свой образ жизни и просто свою жизнь. И просто перестать изобретать велосипед, потому что это бессмысленно, потому что все уже много существует, но мы об этом просто не знаем, потому что весь контент был скрыт. И вот тот контент, который существует, если его открыть, то not invented here перестанет существовать, и мы все забудем о том, что мы начинаем делать все заново, и феодальное общество у нас наконец-то перейдет к какому-то другому стилю. Ну, я это говорю от себя, но тем не менее, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. То есть бесполезно ковыряться и писать или делать с нуля что-то, когда много уже существует. И просто лучше взаимодействовать с кем-то уже, кто ведет какой-то проект, и открывать эти данные, информацию, делать открытые данные, да, чем вот делать постепенно с нуля, но совершенно непонятно, будет ли это использовано в будущем. Поэтому многие проекты, которые существуют сейчас, которые делают с нуля какие-то вещи, похожие на более большие, они просто загибаются через несколько месяцев или буквально там через полгода. Поэтому мое пожелание вам, если вы как-то можете повлиять на создание открытого контента либо на открытие контента вашего, пожалуйста, обратитесь в вашу организацию и подумайте о том, что вы можете предоставить людям, возможно, у вас есть интересный контент. И подумайте о том, на каком основании вы это будете делать, какие лицензии Creative Commons, возможно, вы будете использовать, какие вы инструменты будете использовать для создания вот визуального потребления контента, да, там на вашем сайте, например. Из того, что я перечислил сегодня, то тогда будет действительно, ну, как бы вы будете видеть изменения, что люди более тесно будут взаимодействовать с вами. И вот, наверное, забыл я еще сказать об одном, что вот все это еще порождает построение сообщества, да, сообщества людей, которые, ну, которым не безразличны какие-то вещи, да, и они выстраиваются вот вокруг этой тематики, и им очень важно двигать это вперед. И вот построение сообщества, в том числе открытием контента, да, это вот, мне кажется, ну, лучший способ взаимодействия с вашей целевой аудиторией. Вот, в общем, для меня это было достаточно тяжело сегодня, но я надеюсь, что я вот донес до вас какую-то важную информацию, интересную информацию, которую вы, возможно, раньше не слышали, и поэтому хочу вам сказать спасибо, если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы послушаем, а я сейчас попытаюсь так промотать быстро, наверное, не промотается так. Не видно презентацию, звук пропадает, а сейчас видно, так, я себя промотаю, да, был долго мотать, в общем, ладно, проще сделать вот так, все, хочу на последний слайд промотать, вот, вопрос поступил такой, не считаете ли вы, что таймлайны формируют отрывочные знания, не способны показать общую картину происходящего? Мне кажется, что таймлайны наоборот формируют представление, в общем, я не могу почему-то открыть последнюю страницу, это очень странно, ну, давайте, 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 вот, мне кажется, что таймлайны, они все-таки дают представление о картине в целом в рамках, вот, именно таймлайн, да, потому что это действительно связь между событиями, это очень важно, мое мнение такое. общий чат, смотрим, хорошо, вам спасибо, презентацию отдельно можно получить, Михаил спрашивает, да, можно, давайте я сейчас запись тогда выключу, и вам через какое-то время прямо сюда я скину ссылку, и вы сможете ее скачать. Продолжение следует...